Парни, всем привет! Девчонкам тоже привет! Сегодня у нас 11 декабря 2016 года И в данном ролике речь пойдет про автомобиль Mazda 6 2015 модельного года с двигателем 2 литра Продолжаю наблюдение Сейчас я отправляюсь на техническое обслуживание 4 60 тысяч квадров машин от Бегала Поедем смотреть, поедем делать В этом ролике вы увидите, что входит в техническое обслуживание Сколько это стоит денег, на что обратят внимание, что порекомендуют заменить Один из акционеров канала написал Диман, сними все, что происходит непосредственно в салоне Когда сдаешь машину, что начинать делать в цеху слесаря? Будем снимать Позвонил, договорился, компания пошла навстречу Не будем медлить ни секунды Мы отправляемся прямо сейчас А у тебя есть время нажать на стоп, поставить лайк и подписаться на канал Поехали! Мы на месте Показываю пробег 59133 километра Идем сдавать машину Значит все, вот ласточка моя заехала в бокс Компания Мазда мне пошла навстречу Предоставила отдельное помещение Но не в этом дело 60 тысяч, ТО начинается Посмотрим, что будет происходить Все по порядку Проверим сразу сейчас уровень масла Протираем его Сейчас загоним Просто это важно на самом деле Так как некоторые люди бывают жалуются, что поджирают Но у нас все нормально Фильтр у нас запылен Но я сразу купил себе новый, поэтому по-любому поменяю его Антифрейс, жидкость в норме У нас по регламенту идет доливание? Подливать будем? Подливаем только Ну, если он уходит и выкипает А в нашем случае ничего не уходит Поэтому подливать смысла нет Ну там прям видно, что он вон торчит Значит начал изнашиваться ролик натяжителя Он сам по себе пластиковый Сейчас поднимем этот вопрос Возможно поменяет его по гарантии Проверим заряд аккумулятора В норме? Ну что, посмотрим плотность еще Посмотрим под нагрузку Держит Ну, еще уже слух Ну, 9,9 Плюс пока еще в норме Проверили вот таким прибором плотности аккумулятора Идет у нас она 1,25 В целом аккумулятор еще живой На него гарантия, смотрите, сразу говорю, распространяется один год Сейчас будем смотреть состояние свечей Отмечу, езжу я постоянно с момента покупки на 98 бензине Ну вот, мы смотрим Свечи в рабочем состоянии Свечи в рабочем состоянии у нас Ну, есть небольшой нагарчик Нагар небольшой есть, парни, но я менять смыслы не вижу их Потому что все нормально Будем ездить, следить Ну, обычно вот на 45-60 тысячах уже меняют Подчеркиваю, заправляюсь в 98 То есть, если вовремя менять свечи Можно потом поменять катушку Когда свечи в неисправном состоянии приходят, катушка вот эта, она еще бывает прям черная становится А в нашем случае, смотрите сами, она в нормальном состоянии Нареканий нету Поэтому сами делайте выводы Особенно те эксперты, которые говорили мне, что я на 98 бензине далеко не уеду Полет продолжается Сейчас будем смотреть дроссельную заслонку состояния И поменяем воздушный фильтр Да-да, я снимал видео о том, как его можно поменять самому Поэтому я его купил И, пользуясь случаем, мы его сейчас заменим Дроссельная заслонка у нас в рабочем состоянии Есть, конечно, там небольшой нагар Но ничего критичного нету Касаемо коробки передач У меня вообще никаких претензий нет То есть при диагностике это не делается Единственное, можно подключить компьютер и посмотреть на наличие ошибок Но бывают, конечно, как и на всех машинах нарекания Меняют по гарантии Когда коробка стоит прям просто в аварийный режим Я сам это на форумах несколько раз находил Но это очень редкая ситуация Но, тем не менее, она встречается Сейчас будем проверять ходовую Подшипники, пыльники, амортизаторы Колодки, диски, ну, все как обычно То есть смотрим Если что-то будет замечено, то я вам сообщу Подходовой никаких нареканий нет Да и у меня у самого нареканий не было Ну и самое главное, мастер смотрит люфтов, ничего не замечено Сейчас проверим давление Будем снимать колеса по кругу Будем смотреть состояние тормозных дисков и колодок Напоминаю то, что передние колодки я менял буквально 8 тысяч назад Для эксперимента посмотрим, сколько стерлось А задние колодки, ну, я думаю, там будет хороший показатель За 8 тысяч стерлось примерно миллиметр-полтора Вот люди отмечают то, что многие меняют Кто на 45 тысячах, вот на днях приезжал девушка, менял на 60 тысячах километров Кто-то, конечно, на 15 тысяч меняет Сами понимаете, кто как ездит Задние колодки, износ 2-3 миллиметра Ну, это примерно 30% износ Понимаете, да? Что еще 70% впереди Ну, я думаю, задние колодки менять придется уже после 100 тысяч Смотрим более детально все элементы подвески Сальники, пыльники Все нормально Нареканий никаких нету Как у меня, так и у мастера Ну, в общем, люфтов нету Ничего у нас не течет Все сухое Никто не сопливит Сами смотрите Вам подсвечиваю Со светом Ну, все нормально По состоянию Сейчас простой процесс у нас идет Замена масла Пошла мазута Ну вот, маслица у нас Масло работает Масло грязное, значит, мотор чистый Парни, смотрите Значит, сейчас мы ради эксперимента Посмотрим состояние масла в коробке Так как по руководству пользователя Его вообще менять не нужно Ну, мы посмотрим состояние его И вам это покажем Из носа есть? Вот, смотрите Конечно, не свежее Да, но Ну, и не тухлые, конечно Обратите внимание Ну, обычно, когда масло, да Уже в кашу, оно черное становится А это масло такое еще светленькое Поэтому 60 тысяч отмечу Все, кто хотят Можете заменить себе масло в коробке То есть, можно слить, залить Новое, примерно, литров 6, наверное, зайдет Но я вам называю сразу запасом Идем по принципу Сколько слили, столько залили Я эту процедуру сделаю Думаю, тысяч через пять Потому что ролик натяжной Мне поменяют по гарантии Сейчас в наличии просто запчасти нет А что, почему его нужно понять Так как он изнашивается Этот ремень, он натирается Значит, у меня была такая ситуация Когда начинаешь разгоняться Примерно едешь 40-60 километров Плавно гадаешь на газ Происходил такое некое тарахчение То есть, как-то, как вибрации Можно объяснить по салону Ну, прямо было ощущение Как будто дизельная машина Пожалуй, установят Смотрите, что нашли У нас отскочила резинка Вот с этого места Вышла Просто упала вниз И сейчас кладем защиту Начинаем слегка бить по ней Происходит тарахчение Которое я, собственно, из салона и слышал Все затянули Вот просто Все дело в мелочах Ну, все, ничего не ходит Проблема решена Вот, казалось бы, да Многие на что-то могут жаловаться Вот, а кто-то же Если бы я начал рассказывать Наверняка бы начал в комментариях писать Ага, попался Все, вот он твой двигатель Начинает тебя подводить Резинка И сейчас на лобовое, да? Вся вода убегает Сейчас уже понедельник На улице минус 15 Вчера на техническом обслуживании Провел порядка 6 часов Машину просто просмотрели вдоль и поперек Давайте сейчас я вам покажу Состояние автомобиля в целом И подведу некие итоги Исходя из того, что сотрудники Дилерского центра знали Что я буду снимать Посмотрели предварительно мой канал И подняли вопрос Вот как думать Какой вопрос они подняли Помните, я жаловался на туманку И помните, многие эксперты Я не знаю, если вы читаете Сами комментарии Писали о том, что Ну, якобы ты ничего не понимаешь Противотуманки сделаны для того Чтобы видели тебя Они должны так плохо там, не знаю Вниз куда-то светить Так вот вам Передаю приветик Эксперты Ни хрена вы получается Не знаете Люди подняли этот вопрос Поставили машину У них есть специальный прибор Начали смотреть И выяснилось то, что туманки Просто-напросто светят Вообще вниз Они неправильно настроены С завода Когда машину Вы покупаете новую При предпродажной подготовке У вас смотрят оптику Как бы как она настроена Но туманки не смотрят вообще В моем случае Их отрегулировали Вчера выехал Под темноте Выключая фару Включая туманки Я просто офигел Вы можете самостоятельно При желании Их отрегулировать Здесь под бампером Под нижней губой Скрывается защита Ее нужно аккуратно снять И там будет небольшой рычажок Они поднимаются вверх-вниз Никого они слепить Сразу вам говорю Не будут Они настраиваются так То, что у вас примерно Наверное свечение Будет перед машиной Но метра 4 По салону Смазали мне шторку Которую закрывают Подстаканники Со временем Когда ее час открываешь Закрываешь Она становится Такая немного суховатая И тяжело ходит Диски Не облазивают Ни один Все по кругу Все четыре Посмотрел внимательно Проблемы такой Больше нету Резина Я вам говорил То, что в прошлом году Я себе покупал Хакапелиту Восьмую Честно говоря На секундочку Вообще не пожалел Что сделал В ее сторону выбор Да, это очень дорогая резина Но Вот эта резина У меня финского производства И за первый сезон Вообще ни одного шипа Не вылетело Машину я обслуживаю Там же Где я ее покупал Это официальный дилер Мазда Автоспеццентра Это Каширское шоссе Дом 45 Смотрите Я не только о себе думаю Думаю также о вас Я лоббирую наши интересы Всех зрителей Канала Всех тех Кто является владельцем Не обязательно Мазда 6 Это может быть Мазда 3 ЦХ 5 Я говорю Ну давайте Хоть какие-то условия Хоть какие-то льготы Всем тем Кто с канала придет Пошли на встречу В общем все те Кто хотят Или будут делать Техническое обслуживание 50% скидка на работы Всем тем Кто от Машкова То есть звонишь Говоришь Здрай Смотрел канал Там Машков говорит То что скидку сделаете Должны сделать Именно на работы Подчеркиваю Не все знают То что на официальном сайте Написано Все цены На техническое обслуживание Смотрите Заходим Мазда.ру Покупателям Владельцам Опускаемся пониже Вот прям написано Стоимость ТО Переходим Прогружается Здесь мы заполняем Простейшую формулу Мазда 6 Вы выбираете Свой автомобиль Год выпуска Тип двигателя Регион Вот это важно Выбирайте обязательно Что вам поближе Потому что цены Могут отличаться от этого Москва и Московская область Ставлю я Вот Вся информация Открывается по автомобилю Я смотрю Техническое обслуживание Которое меня интересует Ну 60 тысяч Цена 13 930 рублей Обращаю ваше внимание Что данная цена Является рекомендованной И у официальных дилеров Цены могут отличаться Нажимаем плюсик И здесь прям весь список Того что входит В работы Здесь прям прописано Что меняется Что проверяется Что чистится Пользуйтесь Это полезно Рядом Также обращаю внимание Есть цены На частые услуги То есть замена Воздушного фильтра Свечей зажигания Тормозных колодок Дисков и так далее Всем тем Кто хочет купить автомобиль Я оставлю в описании Контакты менеджеру Которого я сам лично Покупал автомобиль Это Руслан Арсланов Звоните То же самое говорит Все кто от Машкова Будет делать скидки Ну какие то Будет более там Лояльные предложения Мои же наблюдения По автомобилю Продолжаются Следующее видео Выйдет примерно Уже наверное весной Так как техническое обслуживание Я делаю в среднем Раз в 5-6 месяцев Подписывайтесь Обязательно на канал Чтобы не пропустить Следующую серию Даже на будущее Говорю Если я буду машину Продавать там При 120 тысячах пробегов В любом случае Я ее продам тому человек Который будет поблизости Чтобы была возможность Всегда продолжать снимать Такого рода Дневники Мазды 6 Огромное спасибо Всем тем кто поддержал Оператор Ему было действительно Очень приятно Настроение у него поднялось Все те кто являются Пользователями Сети Инстаграм Подписывайтесь на Инстаграм Канала Там я не просто Выкладываю фотографии Там идут только Анонсы тех автомобилей Которые мы будем снимать Также в описании к видео Есть ссылка На официальную Нашу группу Мазды 6 Там только Владельцы автомобилей Если у вас какие то Есть вопросы По нему вы можете Там задать Люди адекватные Всегда подскажут Расскажут Ну а на этой неделе Мы снимем Кратко БМВ 520 Новый автомобиль Вот только Купили его Я вам просто Расскажу За цены образования Там действительно Очень много нюансов Есть что рассказать Поэтому подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите ваши комментарии Ваше мнение И всем до новых встреч Пока пока